продолжаем эпопею замуж за свекровь такие шикарные посты некая татьяна написала мамы дочек учите своих девочек общаться с мамой мужа учите их готовить хоть иногда ухаживать за мужем а не только за собой и за своей мамой дальше учите хотеть рожать детей и любить их и большими буквами воспитали принцесс до тридцати четырех лет на такой крик души вот но я неделю где-то поржала потом у меня вот это ха-ха-ха успокоился короче давайте мамы дочек учитесь своих девочек общаться с мамой мужа я мама дочки сейчас беру расписание моего ребенка зачем там выкидываю английские выкидывают там русские математику астрономии она у меня любит убирают спорт рисование я ставлю первое учи обучение обращаться с мамой мужа учиться общаться с будущей свекровью да это наверно как это рабов учили или девушек в гареме готовили для султана наверное обучали кланяться поклоны бить вот великолепный век сериал поклоны бить валиды султана раньше пришла вообще если по чесноку я учу общаться да свою дочку мы ходим на помимо всяких развивашка тайский бокс я его вожу вот там конечно первую очередь качается дух до драки запрещены для тех кто занимается единоборствами вот ну короче если моей дочке такая свекруха попадется вот реально жалко то есть энергию воина вот эту женскую ресурсную защитную часть я на своем опыте научилась прокачивать учу этому свою дочку то есть нужна энергия воина ресурсная защитная часть кто уже курсом и проходил знает да как она прокачивается кто нет ну посмотрите в магазине курсы берете для прокачки так значит качаем дух качаем тело но есть и конечно я против нападений всего что нарушает закон российской федерации вот вообще если секциях бьют морду да то они вылетают из секции запрет на драки стоит вообще так конечно да я ставлю в расписание учу общаться с мамой великой конечно конечно учимся поклоняться культ святой матери свекрови мы там вам мамы дочери девочек детей не рожали это так то есть давайте родить сына престижнее чем родить дочь сейчас это видео готовила записать приходит нету по соцсетям берегите мамки дочек у меня растет сыночек у меня понятно как вода своя такая некая ну про деформации вот реально берегите дочек там такое вырастет такого суп лежу и манкиного чумошника как эти помните займа бачка жаб и жаба так поели можно и поспать да вот это реально жаба и жаб и вот такую дюймовочку такую такую хорошенькую красивенькую нет пока же бывает мужики нормальные вырастать такими мамками бывает вопреки немало таких клиентов было классно ребята вопреки вырастают всякое бывает вот ну короче кто еще кто еще вставляет в расписание учить общаться девочку с мамой мужик а конечно зачем учиться под учить познанию мира зачем воспитывать такую цельную личность учить развивая развитие роста образование профессия танцы творчества до учить духовности надо учить общаться с мамой понимаете от самой главной жизни вот дальше учить и готовить иногда но знаете сейчас мир изменился настолько что многие зарабатывают так проще купить проще заказать я помню когда был очень плотный график мне реально я зарабатывала столько мне проще было заказать другое дело что я потом сгорела и вошла в такой режим что я беру мало клиентов да есть у меня время все-таки на семью вот но еду заказывать люблю то есть сейчас многие могут ее заказать это гораздо проще а если кто-то хочет готовить пожалуйста есть и нравится готовить готовь это же не значит что все такие вот сколько тем поднимали что свекрови они никак токсичные да не только свекрови люди это просто специфика моего канала люди не могут понять что у другого человека своя жизнь и он вправе ее прожить как он хочет скорее всего самим сами свекрови жили не так как хотели токсичные мамки вот у них пятой точкой подгорает для такого возгорания пятых того места где спина теряет благородное название дальше учить и ухаживать за мужем и не только за собой я вот тут прям аж взвизгнула от радости это моя излюбленная тема на которую я так села из нее не слазит это реально я просто вижу когда ты должна ухаживать за ним ухо это вот кто до глубокой старости сопельки вытирает попочку полирует облизывает в рабы раз ты в таких выращивает паразитов альфонсов этих абьюзеров лентяев раздолбаев которые потребляют которые женщина воспринимает функцию он помочь жене не хочет какое стать я должна ухаживать за мужиком взрослым почему женщина должна за мужиком взрослым ухаживать а что маленький таким макаром тряпок на вырастая на выраина вырастет кто пойдет страну защищать такого ведь очень много за взрослым мужиком ухаживаться это просто я не знаю сколько случаев второслович рассказывала был за военно-патриотический лагерь он и сейчас есть дай ему бог здоровья и парень пацанов привозили от семи лет и подростков и там эти мамы бабушки на заборах сидели вожатые были но он эти воспитатель или кто-то в кадетских корпусах ну то есть нормальная прокачка мужской силы гражданско-патриотической военной душевной духовной подготовка и сколько было визгов криков скандалов что там в поход пошли дрова рубить мальчики оказывается не должны да там что-то на трубе играть с мамой варенье варить ой одна истерика устроила воду из родника черпали там даже не из не из ручья там родники там лес родни одни родники истерика устроили даже позорище а потом рассказывал один кто там вернулся с горячей точки как вот таких собирал по частям на улицах грозного потому что вот 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 такое недовоспитание за взрослым мужиком на жена должна ухаживать почему же нам уже не хочется потому что вот как можно если ты вы функцию мама выполняешь он тебе усыновился вот вот-вот-вот ксиси такая держит под юбочкой мамашка дальше это свекровь бесит что невестка за собой ухаживает тут это есть она за собой ухаживает воспитали принцесс до 34 лет одна моя подписчица классно написала что корона но хорошем смысле чувство собственного достоинства видимо такая свекрови где-то потеряла на свою корону потеряла и бесится что корона есть у невестки свое достоинство любовь к себе да забота себе ресурс изобилие почему они бешеные это глобальная проблема вообще в нашей стране где квадратная спина вот такие бабы с яйцами такой с яйцами железными это же жутко они же изгружались все они же не из изобилия не из любви они же в крайней степени истощения отсюда злость ненависть агрессия же колоссальное количество девчонок невесток за эти годы видела это реально феи а там ведьма сидит ну что поделать если ведь бы не расколдовали что я я знаю что такое себя дерьмо выбирать опять youtube не может это видео некоторые прям хочется сказать короче бесит что невеста принцесса это такая зависть но это зависть зависть и человек-то умный он немного знает психологию а я завидую почему меня человек бесит да я завидую может быть я сама так хочу может быть я сама хочу на море я сама хочу красивую попу я сама хочу красивое платье я сама хочу такие отношения счастливые значит а где я могу как я могу эту потребность закрыть если я хочу любви чеси мужика если ты себя не любишь учись любить себя если ты хочешь платье ищи возможность купить такое платье если ты хочешь позаботиться о себе это ты нуждаешься в заботе ну дай себе эту заботу найди где ты ее получишь нужно тебе жилетка сопли слезы хочешь на ручке иди к психотерапевту плати ему иди к нему на ручке сущей проблем то а вот но следующее этого короче мой любимчик учите невесток хотите рожать детей учить рожать то это еще ладно это подготовка к родам ну как хотите рожать идите девочки я вас буду учить хотеть рожать детей вы знаете как у нас отношение к стране как у нас нет вообще женщина не защищена к сколько мифов до материнстве вот этих всех что женщина только может реализоваться материнстве если у нее нет детей она не реализованы такой бред вообще кто-то там из библии приписал что плодить господь сказал плодитесь и размножайтесь населять и землю так это когда было то расплодились размножились землю загадили я в душе эколог это моя очень большая грусть вот эти куча мусора погибающие киты это просто вообще это сброс заводов вот это отравленная земля куда куда это ресурсы должны быть это изнутри должно идти это любовь должна быть между двумя они там был стакан воды чтоб я его потребляла дети это знаете моя тоже коллега говорит она тоже работает с токсичными родителями с жертвами токсичных родителей со взрослыми детьми и тоже дочка сказала мам я не хочу идти . подросток всего этого начиталась и она горит знаешь а я даже говорить ничего не стала лить хочешь там в космос лети хочешь там путешествие хочешь то есть понимаете не надо навязывать женщину это не инкубатор они там какая-то коза для разведения вот ну как рожать их несчастных на пушечное мясо но сейчас выбор есть слава богу а тут учите хотеть рожать детей любить их ну знаете уж любить там и детей без вас дорогие свекровушки сами научим вообще конечно вот приходит человек с такой короной на голове самый умный и вот такой крик в пространство ведь это проекция тени его личность расщеплена у него вот нет ощущение своего я он разрушен изнутри и он свою тень проецирует во внешний мир не зря алкоголику все вокруг видится алкоголиками злому злыми доброму добрыми жадному жадными там блудливому блудливыми а вот и так далее вот если она эту тень она вытесняет она проецирует что и такая невестка иссякает такая таким бесит завидует и в общем то таких людей очень много они дают другим то нас навязывают подавляют насилуют в чем на самом деле нуждаются сами сами и они себя истощают крайне и они думают что отдав они получат они на самом деле начинают требовать и забирать это очень важные вещи кстати надо их понимать но это психи это психотерапия психотерапии псих из душа терапии исцеления 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 души дальше там же татьяна прописалась таким обслугам я свекровь чтобы я не делала для невестки только пренебрежение теперь я сама буду так себя вести я написала просто но отстаньте от них будет счастье не надо ничего делал просто отпустить успокойтесь знаете я уже эту тему подбирал поднимал неоднократно посмотрите плейлист про свекровь и невестку там на видео что 300 скоро будет это же невроз может так проявляться тревожное расстройство эмоциональная нестабильность страх пустота вот предыдущие видео было это же тревожность очень сильная она даже навязывается человек границ не видите другого человека не ведь берегов не видит да и они начинают вот жуткие вещи причинять добро начинают да вот зависть зависть отчаяние обида злость ненависть жизнь у меня не счастливая не состоялась я и такая женщина она вот хоть где-то зацепить и громче ощущение что как появляется невестка токсичная свекровь до к адекватным это не относится токсичная свекровь она вот все свое несчастье обиду на жизнь да все что не не получилось все все что вот у нее болит пытается на невестку вывалить пытается как-то наказать спроецировать пытается отыграться за это понимаете хотя бы вот я сына родила да хотя родить может и кошка и собака и там и корова может родить она от этого не становится какой-то святой если вы не в индии прям вот ждут невесток чтобы на них отыграться до самоутвердиться эго потешить вот с такими только дистанция иногда не контакт вы поймите я вижу до многих это не доходит поэтому я это буду повторять капелька воды до камень точек если есть признаки сил такие стабильные психического нездоровья которые наблюдаются на протяжении длительного времени эмоциональная нестабильность страхи тревоги фобия гипер тревожность вообще отсутствие эмпатии зацикленность на себе газ лайтинг это человека либо пограничник либо он психически больной очень может быть такие заболевания которые с ножом не бегать его никуда не посадят они от своих близких же рот и там а вы там ничего не сделаете вы не не сможете общаться все психиатры общаются с ними знают как общаться клиницисты с ними знают а вы просто себе нервы вытрепить и ну вот а тут может обижка очередная зависть поэтому что ж это же надо подытоживаем конечно мы сейчас дорогие свекрухи знаю что вы из подполья смотрится мы вставляем свое расписание учить своих дочек общаться с вами конечно это будет первый пункт красный у меня красный маркер это будет первый пункт в расписании своей дочери прямо вставляю дата 40 будем учить хотеть рожать детей и всю жизнь бросать к вашим лотосовым стопом а вот ну что ж жду ваши комментарии поделитесь своим опытом узнала ли своих свекрух на что делали как сталки сталкивались ли конечно если она у вас завистливая зависть не зря мудрецами называлась одной из самых худших напротив всех добродетели на как какой-то третворный яд поэтому максимальная дистанция и практически минимум информация себе лучше даже не особо не информировать вот и берегите свою психику на самый лучший это прокачка своей личной силы своих личных границ не получается самим найдите психотерапевта психолога все-таки я за все-таки больше за европейского из европейскую школу психотерапия на самой сильной и америка сша и прокачать и будет вам счастье вы можете дать отпор любой даже самой токсичной свекрови всем спасибо всем пока